Добрый день! Добрый час! Как у вас настроение? Дальше продолжаем наше путешествие. Далёкое наше детство, юность, когда мы начинали или уже продолжали учиться скрипичной техники и восхищаться самыми замечательными произведениями. И, конечно, самый главный, яркий такой представитель, по крайней мере, для меня был Никола Пагамени. И я хочу в сегодняшнем уроке, в сегодняшней нашей встрече вы все знаете Ивана Хандошкина, но открыть его тоже с другой стороны. И как же можно сразу взять пример с Ивана Хандошкина и сочинять вариации на русские народные песни? Таких историй, я думаю, тоже вы знаете огромное множество. Но меня восхитила эта история про Ивана Хандошкина и Паганини. Часто его, по крайней мере, в записях современников называют русским орфеем. То есть орфей — это как бог, то есть который поёт, призывает, вдохновляет. И вот здесь, в Европе, я услышала такое название «Иван Хандошкин, русский Паганини». И мне стало интересно. Оказывается, Никола Паганини был в Санкт-Петербурге. А по настоящим сведениям говорится, что Иван Хандошкин ни разу никуда не выезжал. И вы знаете, в то время не было, конечно, записи, можно было только слушать живьём на концерте. И вот есть тоже такая интересная версия, что современные музыковеды сравнивают каприсы Никола Паганини с замечательными произведениями Ивана Хандошкина, который также писал вариации и сонаты для скрипки соло. И вот, конечно, русские вариации на тему русских песен очень вдохновляют, по крайней мере, меня, когда у тебя есть бас. Эти ноты тоже можно приобрести. И я вам в сегодняшнем уроке представлю несколько примеров, которые, примеры, которыми я обязательно с каждым учеником своим встречаюсь. И можно назвать Ивана Хандошкина русским Паганини или Никола Паганини русским Иваном Хандошкином. В настоящий момент, конечно, это не имеет значения, но мне всегда обидно, что Иван Хандошкин всё-таки в настоящий момент ну, не так популярен, а его замечательные произведения в вариации для скрипки соло, для компонировающего баса или для альта, для двух инструментов, очень-очень важны современным музыкантам, потому что они дают отличный базис для скрипичной техники. Вы найдёте там всё, что хотите. Советую вам обязательно познакомиться с этими произведениями. И вот, допустим, такие вариации, которые я тоже часто играю. Здесь, если вам трудно, можно брать верхнюю только ноту. Или же, тоже очень интересно, учитель играет верхнюю тему, а ученик аккомпанирует. Даже можно по открытым струнам. И тогда этот импульс творчества в совместном музицировании с преподавателем очень захватывает. Или вот, допустим, я обязательно прошу на эту вариацию нарисовать картинку. Прямо тут же. Что мы видим? А, так это же арпеджио для мажорной гаммы. Фактически даже в первой октаве. И вначале смычок лежачий. Потом он, конечно... На любой вкус вы можете тут же сочинить, нарисовать картину горы и сочинить свои вариации на вашу тему. На ту тему, которую вы тут же придумывали с вашим учеником. И тогда для вас, преподавателя, тоже будет импульс. Здорово, представляете? Вы напишите вариации на свою тему. А как писать вариации на тему, мы с вами уже встречались, проходили. Можно просто повторить. Допустим, гамма, ля мажор. Первую позицию можно. Вот уже готово. А ученик ваш может начать просто записать композицию из трёх пальцев. Один, один, два, два, три. Потом вы, как профессионал, можете сделать им четвертушки к этим цифрам. И уже будут вариации, которые можно, первое, сыграть на всех струнах. Или же вот посвятить одной гамме, допустим, ля мажор. Дальше. Очень знаменитая песня. Я считаю, что очень важна для скрипачей. Потому что я на начальной своей работы всегда просила своих малышей двух с половиной лет, трёх лет, до десяти, как подходят по настроению танцевать в опале берёзы. Как она стоит? Лю-ли-лю-ли-лю-ли. Перенесли вес на другую ноту. Ногу. Лю-ли-лю-ли-лю-ли. И вот этот хоровод, он нам поможет раскрыть нашу грудную клетку, почувствовать вес справа налево. И пригласить всех в гости именно вот этот разворот поможет нам. То есть не говорить, что плечи опустили, плечи не сутуль. Не сутуль приставка не улетает. И получается сутуль. Ну вот такое, а если ты просто раскроешься, как цветочек, как лепесточки, то ваша спинка там выпрямится. А потом лепесточки захотят на скрипочки поиграть. И... Можно схлопать в ладоши. То есть выбирайте, как вам захочется. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Эти вариации очень разнообразны по технике. И здесь, допустим, вы посмотрите, как ручеек... Играет музыка. 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 Это всегда образное мышление вдохновляет не только ученика, но и преподавателя. Вот такие уроки я готовлю через скайп. То есть перед встречей с учеником я обязательно ему посылаю вот такое маленькое видео, где точно разобраны ноты, мои предложения, задания, как он должен сделать, разрисовать, раскрасить, выделить горы, нарисовать ручеек, почувствовать это. И потом мы с ним встречаемся на занятии через зум, через скайп. Вот, в общем, сейчас очень модный вид обучения. Продолжение следует...